Роман Костомаров продолжает по-прежнему бороться за жизнь, пока врачам не удается справиться с сепсисом. Фигурист относится к той группе пациентов, у которых, помимо тяжелого течения основной патологии, выявлены множественные сопутствующие осложнения. Ко всему прочему добавилась и внутрибольничная инфекция. Стафилококки, стрептококки и их более редкие и опасные собратья разрушают организм. К слову, как уверяют специалисты, помещение пациента на ЭВЛ это еще и грибок. Что касается сепсиса, из-за которого у Романа развилась гангрена и он перенес операции по ампутации, то он спровоцировал еще и тромбозы. Развитие различных тромботических окклюзий в разных артериях и преобразование данных тромбов и привело к повторному инсульту. Инсульт здесь не как заболевание сердечно-сосудистой системы, а как осложнение системных нарушений свертывания крови. Если с сепсисом удастся справиться, то можно рассчитывать на благополучное, может быть и неполное восстановление. В свою очередь, врач-иммунолог Ирина Ярцева уверена, что врачи в случае с Костомаровым делают невероятное. В таких случаях очень мало шансов на выживание. Никаких прогнозов никто давать не может. Слишком агрессивное течение болезни.